Физкульт привет, дорогие зрители! Сегодня четверг, а значит пришло время спортивных новостей. В эфире программа Овертайм, с вами ее ведущий Игорь Соколов. Вот анонс главных событий недели, которые произошли в Полевском. Тур сильнейших команд Уральской детской баскетбольной лиги. В группе Б2 сыграли сразу две команды ФСК – девочки и мальчики. Лазер так на снегу. В выходные работники Северского трубного завода от души поиграли в лесу в популярную игру. Турнир по тяжелой атлетике. В спортивном зале трубопрокатного цеха номер один выявили самых сильных работников Северского трубного завода. Рекордное число участников в шахматном клубе «Гамбит» прошел традиционный турнир «Белая ладья». А теперь обо всем и по порядку. В Полевском прошел очередной тур Уральской детской баскетбольной лиги. Уже традиционно борьба шла в двух группах, по шесть команд в каждой. Наибольший интерес для нас представляла группа Б2, где выступали сразу две полевских команды ФСК – девочек и мальчиков. Мы подготовили для вас обзор матчей. В матче открытия третьего тура Уральской детской баскетбольной лиги в группе Б2 команда девочек ФСК встретилась с УГМК «Юниор». Стоит отметить, что полевчанки одни из претендентов на первую строчку в группе и на площадке это было заметно с первых минут игры. Команда ФСК успешно действует в атаке, чувствуется нацеленность на результат. Однако баскетболистки УГМК тоже не отсиживались в обороне и проводили свои комбинации, несмотря на значительное отставание в счете. По итогам четырех периодов ФСК взяли верх над соперницами со счетом 49-10. Хотелось бы, конечно, лучшего. Наверное, очков 50 промазали. Поэтому непонятно. Но есть, как говорится, оправдание. Часть команды вот только-только с больничного листа. То есть девчонки переболели, слабенькие еще, физика отстает и так далее. Но в целом я понимаю, что мы намного сильнее данной команды соперника. Плюсом к этому, как говорится, и в преддверии данных соревнований мы были в Москве на турнире «Быстрый прорыв». Конечно, это большой опыт, который сказывается на данных играх. Поэтому в целом сыграли хорошо. Надеюсь, что все последующие игры удастся провести в таком же темпе, в таком же победе, с победным завершением полуфинального тура УДБЛ. Были моменты, когда не забивали. Надо поработать над этим. Что тренер вам говорила, какие задачи ставила на эту игру? Много забивать, держать защиту, убегать. Я свои моменты тоже оцениваю. То, что я сделала несколько плюсов и несколько минусов. Что из плюсов и минусов отметил тренер у вас в раздевалке? То, что мы раскидали три передачи на все поле, и я забила из-под кольца. И потом второй раз, и в итоге получилось четыре очка. Сразу после девочек на паркет вышла основная команда ФСК мальчиков, которые хотели повторить успех своих коллег. Противостояла им сильная команда из Екатеринбурга, спортивной школы имени Канделя. Соперники отвечали атакой на атаку, поочередно доводя их до логического завершения. По накалу страстей этот матч достоин финала. Игра проходит на высоких скоростях. В результате баскетболисты обеих команд вынужденно нарушают правила, что в свою очередь привело к обилию штрафных бросков. Тренеры тоже на эмоциях. Во время таймаутов и перерывами между периодами стараются донести тактику до своих подопечных. На матче много болельщиков. Фан-сектор команды ФСК гонит своих баскетболистов вперед. Поддерживают изо всех сил. Уже появилась даже своя атрибутика. Конечно переживаем. Это для нас событие, для всех родителей. Мы уже здесь как одна команда, как одна семья. Готовимся и морально, и с атрибутикой к играм. Для наших ребят очень болеем, верим в нашу победу. Ну как вам пока матч смотрится? Конечно смотрится. Это вообще зрелищный вид спорта баскетбол. Приглашаем всех на наши игры, поддержать наших ребят. Ну смотрится. Это просто нервы спешные и переживания. На протяжении всей игры команды шли вровень по заброшенным мячам. И до последних секунд исход был непонятен. Но гостям не хватило времени для последней атаки. Прозвучала сирена, которая зафиксировала победу ФСК с минимальным преимуществом 32-31. Вы обратили внимание, сколько там на трибуне было людей, какие крики были. То, ну, наверное, вот за эту динамику мы и любим баскетбол. Вот. Конкретно мои. По горячим следам выводов делать не буду. Надо обдумать все. Первое, что бросилось в глаза, что мы на своих же кольцах много очень промазали. То есть вот и допустили вот это вот минимальный отрыв. Ну, повторюсь, что сейчас команды посильнее в одних группах. Команды пока что кто-чуть послабже в других. Поэтому здесь каждая игра будет такая достаточно вязкая. Да, и от ребят надо гораздо больше собранности, спортивной озвости. Ну, всех составляющих. Последний тайм-аут, который был за 4 секунды до окончания. Что говорили ребятам, что нужно было сделать, чтобы удержать счет? И от него вообще очень многое зависело. Ребятам говорил, что говорю последние все три месяца. Мы буквально три месяца одну и ту же комбинацию делаем. Но на тренировках все очень легко. А когда видите, такая атмосфера, все совсем меняется. Поэтому делаем ровно то, что мы делаем на тренировках. Но пока что нестабильны. Пацаны растут. Почему так много не удалось забить из-под кольца мячей? Не знаю. У некоторых, может быть, ребят у нас волнение. Они, когда на два шага бегут, они, я думаю, не думают, что промажут. А надо же думать, что надо забивать. Вот. Ну, больше волнения у них, мне кажется. Сегодня такая большая болельщическая поддержка. Ощущается это на площадке? Конечно. Тем более мы играем у себя дома. И поддержка прямо так вызывает в душе силу, чтобы дальше двигаться. Отдельно хочется отметить тренера команды спортивной школы имени Канделя Полину Шурнову, которая после такой игры согласилась дать интервью и поделиться своими впечатлениями по итогам матча. У нас всегда с этими командами плотные игры. Очень хорошо. Соперник сильный. Это на пользу нам. Когда ехали сюда, понимали, что простой игры не будет. Простых игр, я бы сказала, не будет. Не хватает моим мальчишкам, наверное, больше концентрации. Начинают проигрывать, начинают где-то расстраиваться, не слышат мои установки, не слышат мое задание. И, исходя из этого, какие-то глупые потери, которыми пользуются наши соперники. В свою очередь, соперники молодцы, что они не упускают свой шанс. На наших ошибках они забивают, где-то набирают какие-то фолы и так далее. Ну, матч получился очень зрелищный. Интрига до последних секунд буквально. Болельщиков поддержка большая. И у той, и у другой команды. Вообще сложно ребятам эмоционально в такие игры. Ну, и вам, как тренеру, мы тоже видели, сильно переживали. Ну, я-то, да, всегда переживаю. А парням, конечно, тяжело, потому что не каждый день мы играем. Такие соревнования не так часто. Но поддержка, конечно, с поддержкой играть лучше. Поэтому всегда с нами рядом родители. Очень тяжело играть против хозяев. Тем более такие тяжелые упорные игры. Но мы же становимся сильнее, мы же растем. Посмотрим, что будет дальше. По итогам третьего тура у ДБЛ обе наши команды выступили успешно, проиграв лишь по одной игре. Таким образом, девочки и мальчики набрали по 9 очков. Но все же на первой строчке расположилась команда девочек ФСК СТЗ из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На втором месте команда ФСК СТЗ-1. А замкнули тройку лидеров, воспитанники спортивной школы имени Канделя. Море снега и удовольствие. Большие выходные стали поводом встретиться работникам Северского трубного, их коллегам и друзьям на просторах Полевского и сыграть в Лазертаг. Как прошел заводской турнир, расскажем прямо сейчас. Турнир по Лазертагу собрал не только команды цехов и подразделений завода, но и коллег с других предприятий трубной металлургической компании. Самые близкие по духу и территориально каменцы. Молодежь Синарского трубного завода и СТЗ вместе проводят туристические слеты и не только. Один из заводов, с которым мы прям так тесно и хорошо дружим, это и касается международного форума ТМК «Горизонты». То есть там мы все равно всегда держимся вместе, так скажем. Несмотря на то, что ТМК – большая семья, но вот мы, так скажем, еще ближе. Может быть, из-за расстояния. Может быть, что вот так вот часто соприкасаемся на мероприятиях. А вот дольше всех добирались до уральского городка работники Волжского трубного. На самом деле снегом и морозами волжан не удивишь. Так что к северским металлургам южане приехали с удовольствием наладить контакты и хорошо провести время. Настроение у команды отличное. Мы всю дорогу готовились, смотрели какие-то тактики по лазертагу. Все вроде знакомы с лазертагом, кто-то будет в первый раз играть. Но, в принципе, мы поняли, что это, как это делать. Будем... Единственное, что местность. Мы еще не знаем местность. Влившийся несколько лет назад в семью ТМК, Челябинский трубный завод стал еще одним долгожданным гостем в Полевском. Причем ЧТПЗ участвовал в лазертаге второй раз. Мы сегодня много очень говорим о корпоративной культуре. Мы не только вместе занимаемся научной работой, мы не только вместе занимаемся производственным направлением, но и, естественно, отдыхаем мы тоже вместе. У нас это получается. Я надеюсь, что сегодня в очередной раз те, кто приехал, скажут, что все было здорово. И, естественно, поделятся своими эмоциями и впечатлениями на своих производственных площадках. Поэтому еще раз говорю, все вместе мы – сила. Мало опыта, но большое желание играть и общаться было у команды Первоуральского новотрубного завода, которые выступали впервые. Эти мероприятия очень хороши, потому что они, во-первых, сплочают коллектив, нашу большую компанию. Мы общаемся, знакомимся, даже бывает, что сдруживаемся и поддерживаем общение вне таких встреч. Это помогает решать какие-то производственные задачи даже. Отогреваясь от мороза, готовились к старту студенты Полевского многопрофильного техникума – кузницы кадров СТЗ. Завтра они станут полноценными работниками предприятия, но уже сегодня с удовольствием погружаются в корпоративную культуру. Ваша команда первый раз участвует в таком мероприятии? В таком мероприятии именно в этом году, да. Еще не были подобных мероприятий такого рода. Одну из команд СТЗ выставил Копровый цех. С суровыми условиями погоды работников Копрового не испугаешь, да и люди все подготовленные – спортсмены. Конечно же, у нас была определенная подготовка вчерашним днем. Собирались все, поиграли в пинбол. Уже какой-то навык все равно есть. Мы потихонечку приспособлены к этому, подготовились. Всего в турнире участвовало 15 команд, которые играли два круга на вылет. В финале первенство определяли Копровый цех, ТМК техсервис и две первоуральские сборные. Но лидерство не главное, зачем встретились работники ТМК в выходной день, а чтобы еще раз осознать, что мы вместе. Самые сильные заводчане собрались накануне 23 февраля в спортивном зале трубопрокатного цеха номер один. Какие испытания ждали богатырей и как они их выдержали, узнаете из нашего следующего сюжета. Силачи Северского трубного завода померились мощью. Местом проведения силового турнира стал зал тяжелой атлетики в трубопрокатном цехе номер один. Больше 15 лет здесь занимаются все любители спорта. От молодежи до опытных атлетов. То ли с 2019 или 2018 ввели мы это, как говорится, заправило эти соревнования, посвященные дню 23 февраля. Первушин Сергей у нас это внедрил бывшие просоюзные деятели. Спортсмены соревновались в жиме лежа и толчке гири. Участники весом до 80 килограммов поднимали 16 килограммов. Тяжеловесы тягали 24-килограммовую гирю. Для Ивана Синицы поднятие тяжестей стало любимым хобби. В этом зале он частый посетитель и лидер прошлогодних соревнований. Среди участников была и девушка. Спортом занимаюсь давно. Участие решила принять, наверное, для того, чтобы расширить границы этого мероприятия, что женщины тоже могут участвовать и, возможно, не должны, а стоят тоже проявлять себя. И этот спорт не обязательно может быть только мужским. 15 работников предприятия в течение нескольких часов мерялись силой, еще раз доказывая, что не перевелись богатыри на русской земле. Победителями стали Сергей Абросимов, Иван Синица и Дмитрий Маклыгин. В шахматном клубе «Гамбит» прошел турнир среди школьников «Белая ладья». В нем приняло участие рекордное число юных шахматистов за последние годы, которые представляли как северную, так и южную части города. Турнир «Белая ладья» имеет большую историю. Был организован еще в СССР в конце 60-х годов. В Полевском первый турнир состоялся в 1971 году и проходит по сей день. В этом году он собрал рекордное количество команд за последние годы. Этот турнир родил всех сильнейших шахматистов города, мастера ФИД, гроссмейстера, порядка 6-7 кандидатов, мастера спорта, ну и перворазрядники. То есть все прошли через этот турнир, поэтому этот турнир традиционный. Ну, в последнее время, то есть, участие принимали 8-10 школ. В этом году рекордно, ну во всяком случае, я работаю 5 лет, вот рекордно 14 команд. Стоит отметить, что принимают участие и команды сельских школ Полевского городского округа, села Мраморского, станционного Полевского, Косово-Брода. Шахматные баталии идут сразу в двух залах клуба «Гамбит». Одни из претендентов на победу – команда школы номер 20. Иван Матвеев играет за первой доской, имеет второй юношеский разряд. Сколько ты лет шахматами занимаешься, где ты вообще этим видом спорта увлекся? Ну, меня вызвал интерес бабушка. Пошел я с первого класса, уже занимаюсь какой? Седьмой год. Почему тебе нравятся шахматы? Ну, во-первых, много уже занимаюсь, призывы игрую и интересная, достаточная игра. Хорошо играет на этом турнире и команда школы-лицея номер 4 «Интеллект». Ребята уже не первый год занимаются шахматами. У нас четыре человека. Это я, Савва Бабушкин, Денис Коновалов и вот синьёжа там была. Вы все вместе играете, да? Да, мы все вместе играем. А где занимаете шахмат? Мы здесь занимаемся шахматами. Тренер наш – Митр Михайлович. Тренер четвертой школы. Тренеры по шахматам отмечают, что участие в турнире многое дает юным спортсменам. Здесь ребята получают бесценный опыт. Большой турнирный опыт, растет мастерство, повышается уровень игры. Это очень большой скачок для дальнейшего творчества, для дальнейшей игры в шахматы. По итогам турнира «Белая ладья» бронзу завоевала команда политехнического лицея номер 21 «Эрудит». На втором месте шахматисты восьмой школы, а победителями стали представители школы номер 20. Это были главные спортивные новости Полевского. Смотрите 11 канал, а мы и дальше будем рассказывать вам о спортивной жизни города. Пока-пока!